привет там в общем я не записываю видео потому что по 12 часов в аду в ночную смену каждый день час каждую ночь работаю днем сплю при помощи лекарств которые для сна выписаны прицепт врача который у меня с собой еще есть в запасе скоро они закончатся и мне придется искать возможность день мне нужно будет 5000 на частного психиатра чтобы рецепт выписать чтобы я спать мог без лекарств я не могу спать и они я не пью алкоголь короче вообще никак в каком виде меня почему-то не тянет даже на него с того рокового вечера у меня там есть проблемы связанные с этим телефоном который разбился на сам и скорее всего он подобрали с карниза потому что я ходил там смотрел его там нету мне просто эсэмэски приходят что к уведомление код и ну кто-то короче пытается там только кредит на меня взять то ли чё короче капец стресс постоянный на работе еще это а как обнулить тот телефон который я потерял не могу достать его ну и теперь его уже там нет я не знаю возможно на меня там возьмут микрозайм или какие-то кредиты я не придется выплачивать я просто не знаю как можно чем не делать я у меня новый телефон а старый там со всеми данными у кого-то оказался кто-то его подобрал там короче постоянный стресс нарастает но я пытаюсь работаю и еще через неделю мне надо будет съезжать от наташи потому что там обстоятельства ну короче к ней там приезжает какой-то руки то родственники мне нужно съехать будет мне нужно будет снять что-то просто проблема в том что если я в общежитии или где-то в таком месте где в одной комнате много людей спят с нему то если кто-то из них будет храпеть то я просто не смогу уснуть потому что я так сплю и спать не могу без таблеток короче проблемы расставят а запада будет только 5 августа короче проблем столько наросло навалилась на меня еще с этим телефоном который разбился его кто-то подобрал а я не могу его не смог его забрать невозможно его забрать мне было никак скорее всего какие-то ребятенки могли пролезть там через окно или залезть как на карниз или кто-то кто-то ловкий очень мог залезть на карниз и взять телефон там не приходит я могу выложить в контакте я кстати восстановил доступ в контакт не так столько этих ситуаций стрессовых и работать тяжелые очень там 12 часов там особенно под конец вообще просто офигеешь там уже голова кружится на этой работе голова кружится и еще там поскольку я психически больной человек который лечится таблетками свои деньги мне просто там просто такой ну я уже рассказывал короче стрессовые ситуации приходится работать мне не повезло что меня поставили такую смену где так короче капец мне тяжело на самом деле я сейчас пришел сейчас лягу сейчас буду спать и сегодня мне снова на работу и завтра снова на работу и возможно и послезавтра и круче каждую ночь то есть как минимум мне сегодня и завтра и еще помимо этого еще потом хочу вообще жесть ночная смена это ужасно это для здоровья плохо для нервов плохо это очень непривычно тяжело я все время все это время я спал ночью а днем бодрствовал а теперь все наоборот еще такие на меня проблемы навалились тем что я вот этот телефон с нас в этажа уронил он было бы хорошо если бы он разбился полностью и вообще без возможности такая он возможно не разбился не полностью и там работы рабочим в состоянии его подобрали и там короче я не знаю можно ли выкладывать это там я скриншот сделал мне пришли сегодняшний день эсэмэски сначала они сначала эсэмэс код подтверждения аккаунт это код подтверждения моего телефона huawei затем бан затем озон банк затем еще один банк затем еще один банк и затем пик-код короче мне меня аж рука затряслась когда метро ехал с работы и вот это все пытался понять узнать чем это грозит поделать я ничего не могу еще мне нужно снять эту комнату или что я не знаю у меня опыта нету там нужно залог еще заплатить то есть там нужно в два раза больше заплатить а залог они хрен отдадут я уверен что не отдадут мне придется там например если за 20000 ну для примера если комната допустим 20000 будет то залогом будет 40000 то есть вообще жесть сейчас принял рецептурные таблетки мне ну как бы полегче стало ну ну съел два банана которая покупал там на работе доширак просто залил горячей водой там с этого и съел и все ну приз плюсов то что я не пью вообще больше работаю но я не знаю вообще просто я не знаю как мой организм и мои глаза мы физическое здоровье вообще и физическое здоровье психическое вообще справиться с этой работой ночные смены стрессе там самые тяжелые дни это вторник самый тяжелый день когда я вышел вот как раз меня ладно бы он уже мог бы понимать что творник самый сложный день зачем он меня почему мне не предупредил начальник потому что ему пофиг там на меня и орал этот баха и но на всех орет там но он хороший человек но просто есть такая тема знаешь вот я где-то говорили ли что мы есть такое вот вообще понятие что на психически больных людей нельзя кричать и них там начинаются приступы так вот я работаю ночные смены там еще баха кричит на всех мне даже становится физически больно когда я слышу как он кричит там на на кого-то там не не обязательно меня вообще на меня он даже меньше кричит чем на других может возможно я не знаю ну короче мне даже больно слышать как он кричит там ходит на кого-то там по телефону орет на кого-то там кто провинился я бы хотел работать в лёшину смену где там спокойные ребята меня так лайтово с ними было хорошо работать вот капец насколько же было хорошо и легко у меня вырабатывает за кортизол от того что вот я работаю другой смене и стресс короче стресс сильно много на меня давлением вообще же там еще работа требует усидчивости внимательности ответственности физически физических в сирии то есть разнорабочие там вообще капец не знаю может быть я не смогу я не знаю может я просто себя убиваю вообще всем этим а может я смогу выдержать не знаю я же не могу спросить своего организма ты выдержишь и получить ответ у меня например сегодня вообще голова закружилась там я прям почувствовал что у меня хоть измененное состояние сознания просто голова окружилась просто я думал что сейчас упаду просто в обморок а еще потом идешь а там жара такая когда выходишь идешь долго очень до метро 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 на метро едешь там потом с метро и идешь и долго там такая жара такой яркий свет мне глазам плохо от этого такой яркий свет и там вокруг орут тетки кинуть еще кто-нибудь орет мужики там еще не знаю кто-то вот машины громыхают и бибик и все это так меня фигачит по голове и такая жара и яркая такое солнце такое свет прям нас очень тяжелый и яркий на меня да так это так больно глазам и вообще случае слух боль идет через глаза и через жару хреново тяжело душно там там самому в самом этом складу душно там нету походу вентиляции как бы там рано утром когда ну то есть еще переход от тьмы к свету там холодно становится что прям холодно когда выходишь на улицу нам часто нужно выходить на пандус прям холодно а потом жара такая невыносимая короче вообще жесть и еще плюс я избавляюсь от компьютерной зависимости я оказался в условиях где нету компа вообще я оказался абсолютно жизненных реальных условиях реальной жизни где то есть не домашних условиях еще есть кое-какие проблемы которых я не могу рассказать пока что и возможно даже не смогу но это не связано с алкоголем я не принимаю никого алкоголя там и ничего вообще я просто работаю трезвый и сплю днем чтоб на работу ночь на ночь ходить с деньгами там связано извините за то что такое унылое нытье я просто рассказываю как есть все я мог вообще не записывать ничего просто поговорил ну по переписывал с этом немного с хиком спросила чем-то не выкладывал видео сказал я не знаю я вот работаю по 12 часов в аду ночные смены еще потом днем сплю под таблетками рецептурными я не знаю о чем снимать видео может быть об этом вот и записал об этом видео ну спросил у него о чем у меня видео записывать посоветуй там не знаю что не советует ничего а мама она не знаю короче но я и рассказал там что я вот работаю всю ситуацию что через неделю мне нужно меня я не смогу наташи жить через неделю потому что она сказала что к не бежать родственники там это ладно короче капец сколько проблем навалилось себе этот телефон не выронил себе не полез по пьяни туда столько можно было бы проблем избежать себе проблем столько навалил в яму себя из-за этого пьянства из-за того что я попытался тогда русском надзорнуться ок если бы там я смог пролезть на крышу или через окно вывести я бы реально скорее всего раском надзорнулся но можно сказать что повезло то есть бог спас меня отделался только тем что предупреждением что вот телефон выронил но то что я выронил телефон теперь у меня столько проблем навалилось на голову кто-то им завладел я не знаю я не знаю если я выложу я просто вообще боюсь всего уже я не знаю если я выложу скриншот там скриншот со всеми этими смс коми которые мне пришли которые меня напугали что у меня аж рука за затряслась в метро когда ехал меня реально рука затряслась прям вот так вот мне такого еще не знаю сколько не было лет прям реально стало очень тяжело это полный пипец если на меня кредиты там возьмут микрозаймы и мне придется все это выплачивать потому что они завладели моим телефоном жаль что он не до конца разбился видимо полин капец сама по себе то что телефон потерял это плохо так это меньше из плохого там худший еще впереди видимо она в общем извините за нытье просто записал видео как есть сказал что есть хорошего что я не пью ничего там в трезвый работаю тяжело мне в москве тяжело я кстати когда ехал метро мне там позвонил один чел там с которыми играл где-то балу там он такой не 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 взрослый не ребенок не знаю такой но уже ну взрослый такой но не не сказать что прям взрослый ну нормальный такой он спросил собираюсь я возвращен ухать хотел чтобы я вернулся в железногорск вот но я сказал что пока что короче ну там объяснил ему ну хорошо все хорошо что хоть он меня помнит и беспокоиться обо мне это очень приятно было просто на самом деле я тогда был когда ехала метро я был в стрессе из-за этих смс ок я не знаю выкладывать или нет если я выложу ничего там не будет плохого он давайте выложу давайте выложу короче просто могут меня напугать если мне будет писать в комментариях что все тебе пипец мне просто я не могу у меня рука рука начала трясти начинает трястись я не ничего не могу с этим поделать меня она просто трясется это не можешь ничего и успокоить просто настолько тяжело становится круче ладно я сейчас просто у меня нету сил уже что-то писать там еще я просто выложу из я даже не знаю скорее всего не смогу выложить ладно спасибо за внимание